привет зритель если удастся то я завтра сюда приду с маленькой камерой прицепленной ну как типа вот чтобы она я шла она писала мне интересно просто это столб или дерево потому что ну как бы раньше же тут было вот если сейчас вот пойти как я иду если прямо пойти его до упора до деревьев и налево топом налево там тропин дорога была как вот там кселюхина который оказывается когда-то было 23 дома и оттуда во родом бабушка тоня которая жена среднего брата моего дедушки по линии мамы а если свернуть направо куда мы с подружкой и дитем ходили то там как раз вот в одном месте это самое но тоже можно туда в итоге через поле подойти но не совсем то там я видела одно местечко которым я сейчас хочу подойти но я немножко не помню точно поэтому есть шанс что надо пройти между кем-то там и харибдой я забыла как первую звать ну короче между вот этого вот где палец туда и потом уже повороты будут так вот он там тоже столб и мне было интересно это столб или дерево ну смысле столб который раньше электричество раздавал или просто дерево я вырвалась сюда наконец-то как бы я хотела посидеть полежать в гамаке я хотела по той пить либо помонтировать но нам какая-то очень злобная пчела летала она меня всячески отгоняла в итоге выгнала угнала в дом меня а потом я поняла что раз уж летом дома сидеть осточертело и как бы ну и хочется на воздух а на воздухе никак то можно сюда вот пройтись как бы прокатиться и пройтись сейчас уже дорога заросла но когда вот мы в мае с подружкой сюда ходили тут как раз перед этим может за день за два любители поискать пикающей фигней какие-нибудь останки былой цивилизации и обогатиться проторили дорожку помимо того что она тут как бы ну и была и раньше была ну он мне кажется вот там раньше была другая дорога по проводам потому что когда-то давно двухтысячных годах меня сюда одна девчонка водила на экскурсию ну короче говоря общем я решила тут пройтись чисто из-за того что тут росла земляничка когда мы с ней были я хотела пособирать листиков когда в следующий раз приду еще там было был кустик красной смородины конечно еще рано до красной смородины но просто показать тут все да это та самая развилка еще общем прямо тут он видно что дорога более такая четкая но это может кому-то непонятно но она реально более четко чем тут вот которую тут пропахали любители найти глаз мне кажется тут может и дороги то особо не было а может когда-то и было некоторые деревья тут выросли уже позже я подозреваю что вот это я не знаю был ли он конечно этот лесок если там найдется старая какая-нибудь береза то понятно больше был такая рощица небольшая ну а тут то еще некоторые кусты то потом только выросли короче следующий раз я возьму сюда еще в приезд свой другую камеру которой sony большой более большое приближение 300-кратное или что-то в этом роде увеличение плюс 60-кратное аудио и видео соответственно и приближусь нему но сейчас ограничимся тем что есть на этой это у нас поход в сторону силюхина но не доходя до силюхина одной мне стрёмно откровенно говоря туда идти я думаю если у меня подружка приедет может с ней еще раз как-нибудь туда сходим ну а может быть с агитирую соседку мало ли вдруг с агитируется и в таком случае может возьму просто мелкую камеру и на ней нацеплю ее на нее просто запишу а вот друговую дорожку или отдельно или чем-нибудь другим я заполню вот откуда я пришел я конечно есть крепление для этой камеры но она дома в смысле вот в моем деревенском доме дом значит это там где ты сейчас находишься да в общем оно дома в моем во втором доме и учитывая что у меня тут был год прописки в этом доме когда наш любимый мэр закрывший старейшую библиотеку угрича не он один ну поспособствовавший в основном закрытию он же и закрыл короче говоря когда он тот который закрыл старейшую библиотеку угрича все никак не мог отдать деньги закупленную нас квартиру на механке а мне надо было где-то официально бытовать то я тогда оформляла год прописки в головине временной прописки в голове в головинском поселении которые отвечают за нашу деревню соответственно в общем нашем доме деревенском я целый год была временно прописана так что можно сказать что это мой может быть первый дом или второй дом но не суть важно в общем один из моих домов в нем как раз вот сейчас лежат эти крепления что-то не подумала их взять как-то у меня только сейчас пришла эта мысля что можно было бы взять наверное тоже прикрепить как раз я тут с рюкзаком ну или куда-то еще ну как бы у меня еще есть там палка держалка которую можно прикрепить управлять с телефоном но я это теле не тот не другой телефон не взяла в этот раз с собой еще есть крепление но я их еще не приобретала если вам хочется помочь каналу и мне соответственно и такие видео хочется смотреть с этой камеры допустим скрепление что на грудь такую как бы стяжку вешаешься на эту стяжку крепится другая стяжка и крепление и камера такая или какая-то иная то можете мне это подарить либо задонатить в инфобоксе будут ссылочки вон сейчас отрубимся пока прихожу к выводу что тут тоже наверное была когда-то давно дорога возможно чисто тракторная но в принципе тут изначально чисто такие тереги-то тракторы по полю где вы тут асфальт видели скажем скажем так вот здесь вот была низина еще подружки тогда говорила когда дождь сильно идет допустим вот здесь вот стопудо какой-то ручей изначально был и вот так он как бы идет туда вот такой ямкой низинкой он просто похож на одну низинку где была вода пока не случилось в прошлом году конкретно такая засуха в районе омута на самом деле это конечно не омут а пруд но у меня тогда родственница не так поняла куда меня черт носил в сторону за степаново в сторону бывшей овце фермы и она называла это омутом на самом деле это пруд омут туда дальше упухший скажем скажем снова так может быть дурацкое выражение но что-то он у меня в последнее время часто вылезает скажем так вот тут в некоторых местах я видела такую довольно приличную березу возможно все-таки тут была какая-то рощица а какие-то кусты действительно молодые я на обратке решила уже тут просто где-нибудь велик поставить положить пойти прорезку этому пройти и там поближе глянуть есть ли грибы на березах которыми у нас с прошлого года ну не только ими конечно но ими в основном растапливается дымарь это просьба родственницы моей из серии больше где-нибудь шарахаться глянь вот гляну вот сейчас я пожалела что не взяла с собой в этот приезд видеокамеру сони может все равно далеко но вот что-то там такое я вот приблизила но я все равно не вижу вижу наверное на мониторе уже с планшетика что-то вот там видится такое белое ну и там еще вот второй лесок но я в основе хотела ну как не лесок рощица я в основе хотела именно к этой вот подойти вот сюда я хотела тут между ними как дорожка не дорожка мы по-моему тогда шли как-то вот мне кажется вот так и туда уже по полю мимо этого леска мне просто стрёмно ласт еще там такое впереди может оно и раньше было что это ну конечно никаких звуков не издает вроде не движется и того животного которого можно встретить по круговой здесь нету на мое счастье хоть мне близкий родственник сказал позавчера когда я его встретила я говорю имя не будем говорить короче близкий родственник вот тут по круговой медведь есть он говорит целых два ну ты звони если что ну это вкратце я соседке рассказала она говорит да встретишь медведя звони типа родственник тот медведь сейчас попробую на телефоне это приблизить мне же это кустов боюсь тени от кустов боюсь и поэтому для меня это фигня неведомая которую я ни хрена не вижу она какая-то светлая жутко стахасная ну да вот такой я трус вот эти все таки действительно наверное там были палки ну как бы эти две палки что я снимала это действительно были вот эти бывшие столбы с проводами через теперешний лесок идущие тут у нас приближение вроде да сейчас вдаление сделаем так вот люди если кто-то где-то писал что диджайка хосмопофит 2 в четырекратное восьмикратное приближение то это ложь еще раз ложь и провокация на самом деле тут четырехкратное приближение я еще на телефоне заметила когда с яблоко управляла Наташина но подумала что может это чисто с яблоко а на самом деле это ну как бы не так там тоже что-то светлое ну там-то светлое может просто кусты какие-то выгоревшие потому что мы туда с подружкой ходили там не было ничего такого подозрительного но ладно короче вот я сейчас обратно отдалюсь чтобы показать вот этот лесок я тут берег хочу сейчас где-нибудь приложить может березе поставить и немножко тут пройтись конечно тут заросло уже глянуть листики землянички ну и есть и тут эти грибы которые надо родственникам а так я думаю сюда можно как-нибудь еще раз прийти только взять с собой уже резиновые попутно в пакете в отдельном и в резиновые одеться и вот так пройти потому что фиг знает ну мало ли может там сыровая стоят в обычных таких тапочках и травы как бы прибавилось отрубаюсь мне интересно что это за страшная штука впереди мне кажется дикую малину я очень давно не видела ой комар кусает короче да вон тут тоже где я приблизила слишком вон тут малина идут малина но дикая малина стопудово похоже на нее по крайней мере ну будет потом малина сейчас пока вот она бутончиками не распустившимися отдалить надо я тут шарахаюсь нашла 4G причем даже на билайне пытаюсь загрузить шорсы но это как бы более сильный показывается чем на самом деле полосочек 3 или 4 а скорость-то ну такая себе у меня сейчас пришла мысля еще люди что может тут где-то вот ну потому что такое ощущение тут дом, которое испугалось точнее то штука, которое испугалось оказался дом и прилуцкая колокольня у меня такое ощущение что вот отсюда до в ту сторону как раз Силюхина и такое же расстояние только в два раза больше ну умноженное на два как ну в общем отсюда до Силюхина от Силюхина такое же расстояние ровно до Прилуг что вот отсюда если как-то не по полю как мы там ходили когда-то в детстве давно-давно наискосок а как-то вот здесь слегка вот так и прямо то будет может даже километра три будет или два с половиной а не четыре как легенда гласит и можно дойти до Прилуг ну уж одна я тут наверное пока не попрусь может ко мне все-таки приедет моя подружайка с детем либо без и я бы с ней сходила хотя возможно это даже не малина а костеника ее я очень давно не видела и даже уже не помню как она выглядеть должна ягода у нее в августе так же как у малины и вполне возможно что-то костеника хотя вот мне что-то кажется что все-таки это ну как бы может да наверное костеника потому что листья все-таки листья не малиновые и больно низкая она даже для лесной малины очень низкая так что правда по ходу дела костеника я очень давно ее не видела наверное лет с шестнадцати если не с пятнадцати ну может самая пузня с восемнадцати а мне сейчас тридцать девять ну и короче это я сюда потом в августе приду еще главное никому не говорить что я тут нашла костенику дальше чем нужно не нужно говорить тем кому не надо хотя это же потом на канал выложится но будем надеяться что сюда если кто-то и приврется за костеникой мне немножко оставит или хотя бы возьмет меня за компанию либо поленится сюда приходить за костеникой у меня там сейчас телефон лежит в корзиночке у велика вместе с другим пакетиком у меня сейчас в одном тут пакетике хвощ полевой а в другом тельменичные листики и вот там значит я нашла смородину по ходу дела черная смородина кустик ну там на 3-4 ягодки красная смородина кустик или белая ну в общем короче смородины такие мелкие самосев скорее всего и да я думаю что это все таки старенькое такое местечко потому что береза по большей части древние ну смотрите какие она огромные там есть одна береза такая высохшая она тоненькая и с виду такая старенькая что то ей не хватило тут одна береза так ноги свои расставила еще березовая роща может тут в березовой роще вон тут дерево на полу валяется ну в смысле на земле может тут в березовой рощи когда грибы идут тоже грибы есть но тут не только береза тут по моему еще вот мне попалась в одном месте в общем как вот лицом стоять вот я сейчас правой рукой держу камеру справа рябина а слева как его там черемуха и вот тут есть и осина и черемуха и ива но по большей части береза преобладает и щук и морей в общем я тут нашла интересное место я не знаю что можно сделать из листьев костяники поэтому я даже не трогаю оставлю тут как есть и еще я собрала несколько бутончиков ну цветочков этого колокольчика хочу сделать сбор черная смородина лист земляники и колокольчики они как бы такие примерно по тем те же свойства у них как у полевой полевой герани и луговой полевой и луговой герани и как в общем у мальвы там такая своего рода слизь образуется когда завариваешь если у вас проблемы с желудком то вот как раз это помогает ну если проблемы там допустим кашель мокрый сухой что на удивительное тут кипрея я пока не обнаружила я думаю потом все-таки на следующий может день съездить по дорожке туда вот как к Силюхино потому что там дорога все-таки еще есть там буквально лет пять назад перестали жить люди и приезжать туда ну и вот еще в следующий лесок тоже хочу сходить не знаю как у меня будут завтра родственники или нет если будут то до скольки вот сколько чтобы вот ты сюда-то поехал уже в четыре с чем-то поздно вас-то надо было пораньше вот тут сейчас был такой птичковый реп но он закончился раньше чем я соизволила камеру достать retrански как да можно все все но все не дальше не блин действительно я убращён все а оно зависла пытаясь третьей попытки уже черта в шорт загрузить но у ютуба есть такой глюк открыл другую вкладку не закрывая первую даже и все к черту сорвалось и этот бак уже давно и никто его не правит ну может правит но плохо